На основании части 3 ст. 69 УК России по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание назначить. Аршагановой в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима. Харликовой в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима. На этом судебное заседание является важным. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейда родилась в 1991 году. Родилась она слабенькая. Можно сказать, до последнего мы по врачам бегали. Была бы шустрая девочка или там здоровая, я бы как-то не переживала. И даже себе представить не могу ее в тюрьме. Такую маленькую, хрупкую девочку, которая весит 42 килограмма. Никогда не думала я, что с этой девочкой может такое произойти. Такая умная девочка вообще. Поверните направо. Вот даже не переживала за нее никогда, где бы она ни была. Как указано в приговоре, Ашханова и Харликова признаны виновными и осуждены за финансирование терроризма. Ашханова и Харликова признаны виновными и осуждены за финансирование терроризма. Меня зовут Исабекова Разъятка. Я родилась в республике Дагестан, в селе Новакаякент. Отучившись, уехала в Россию, в Челябинскую область, в городе Златоусте, отучилась на медицинскую сестру. Вышла замуж. Родила Саиду, через пять лет родила Ибрагима. После Ибрагима я оставила мужа в России и переехала к себе в Дагестан. Жила у родителей. Отец мой, Исабеков Кагир Багалаевич, ветеран войны. Он нас поддерживал материально, морально и обучил мою дочь исламу. Училась она отлично в школе. Я как-то решила ее отдать в медицину. Вот так в 2008 году окончила она школу и тут же поступила в Астраханскую медицинскую академию. А здесь она на третьем курсе фотографировалась. Вот вроде цвела так, ничего. И вдруг зачахла потом на втором семестре. Хиджаб я сама ей разрешила, потому что, ну как-то, я работала в санатории, но, знаете, в 2006 году наш санаторий закрыли. Я жила только тем, что у меня есть отец и моя вот небольшая пенсия инвалидности. А сами знаете, квартира, одежда, обучение, это питание. Все было очень дорого. И она мне сама предложила, мам, давай, говорит, экономия нам будет. Что там, хиджаб одену? И тебе же, говорит, лучше. Ни краски не надо мне покупать, ни одежду дорогую не надо покупать. Я одену хиджаб. Вот с таким уговором я согласилась. Но вот этот уговор мне очень дорого обошелся. Вот когда она одела этот хиджаб, вначале как-то они во внимание не взяли. Но уже в середине, в начале пятого курса они стали ее вызывать, проваливать на зачетах, на экзаменах. Но молодец, она не сдавалась. Тем не менее, она вот 15 раз заставляли ее сдавать один и тот же предмет. И она говорила, мам, даже это ей хорошо. Зато я хорошо буду знать. Вот как-то она держалась. Ну, до пятого курса они до конца доучиться не дали. Обвинение было построено на показаниях Аршахановой Елены, которая якобы указывала, ее в жизни никогда ни разу не видела. И указывала, что Саида Халикова, она находилась, являлась членом группы, созданной Ицанковой, для сбора средств в последующем финансировании террористической деятельности как на Северном Кауказе, так и в Сирии. Но никаких подтверждающих ее показания доказалось ни следствием, ни в суде, в последствии не было предъявлено. Привезли в Москву, думали, что она какая-то такая приверженница радикального течения ислама, ваххабизм. Но когда вскрыли ее компьютер, когда вскрыли ее записи, поняли, что это не так. Прости меня и мою дочь, прости мою семью. И освободи мою дочь поскорее. Я рыбе. Я молю тебя, обошаде к моей дочери. Вот когда они утром на рассвете приехали к нам, я спала еще, а дочка только-только проснулась и совершала намаз. И в этот момент она прибежала, разбудила меня. Мам, мам, кто-то, говорит, автоматами, говорит, в окошко, говорит, автомат направили в окошко. Я тут же вскочила, выбежала, сразу открыла дверь. Хорошо, что открыла. Они уже приготовились были, мне кажется, стрелять в нас. А кто у нас дома был? Ветеран войны, отец мой. Я и моя дочь, больше никого. Я встала на колени и стала просить, не стреляйте, говорю, нас. Мы, говорю, мирные люди, у нас, говорю, у меня дома никого нету. Они сразу ворвались, оттолкнули меня, ворвались, начали этот, ну, кто обыск начал, кто этот, сразу девочки наручники одевать. Пожалуйста, это ваше право. Обыск начали там, все перевернули. Ну, я уже поняла, что отец мой долго не останется, потому что он и так лежал в постели. А после их визита я уже знала, что я его, если они нас увезут, я его живым не найду. Забрали они нас, меня и Саиду, Махачкалу, ФСБ этот, по городу Махачкалы. До вечера держали нас. Они нас разъединили. Там и кричали они, и грубили, и все, что хочешь. Тяжело? Нет, совсем не тяжело. Увидела я ее. Ну как, жаловалась на здоровье. Лицо цвет земли, бледное. Кожа прозрачная, кости такой же. Письма написала, что долго стоять не может, теряется знание. Я подала на апелляционный суд, потому что все это время нам и следователь, и адвокат говорили, что ей, если мы дадим признательные показания, подпишем то, что они хотят услышать от моей дочери, ну, свои же придуманные речи, если мы подпишем, то девочка получит малый срок. А на суде получилось совсем по-другому. Моей девочке влепили пять с половиной лет. Поломали жизнь девочки, которая мечтала стать хорошим врачом, но она не сдается. Она мне в письме написала, мама, вот увидишь, говорит, я когда выйду, я вылечусь. Сдам, говорит, отучусь, говорит, и свой диплом выставлю на инстаграм, чтобы все знали, что я получила диплом. Вот настолько она вот слабенькая, худенькая, маленькая девочка, ну, не сдается, походу, еще сердце у нее есть. Заточив ее, они сюда, они ее не сломали. И не сломают никогда. Я действительно жалею об этом, о том, что я совершила, но я прошла отдать мне возможность воспитать моего ребенка. Ей обещали, походу, отпустить ее или как бы условно ей дать, если она наговорит на мою дочь то, что они хотят услышать. Ну, а потом уже, когда приговор, ну, осудили, когда эта девочка сразу потухла, у нее прямо этот лицо потемнело. А потом на обратной, она моей девочке, когда их уже увозили, призналась, она просила у моей дочери прощения. Она сказала ей, ну, прости меня. Та девочка кому-то призналась, что ее запугивали, давили на нее тем, что они ее бросят в камеру, ну, мужчинам. Ее первые показания были, они были практически признательные показания. Она свою вину, фактически, полностью призналась. Десять дней будет вступать в договор законную силу, потом она будет ехать по этапу, потом она приедет, ей будет положено внеочередное свидание на три дня, длительное. Без очереди. Без очереди. Да, три дня. Она из карантина вам позвонит, либо вам из карантина пришли телеграмму. Где она? В любом случае, поезжайте туда, в любом случае. Постараюсь. Давайте так, давайте мы возьмемся и съездим с вами первый раз. Просто возьмем вас, все оплатим и поедем с вами на зону. Вот где бы она ни была. Посмотрите, у нас тут офис, три четверти сидели, в том числе и девочки. Вот Катя, два года в тюрьме. Все прошли через это. Все прошли. Роза, все прошли. Она мне в письме написала, баба, я в этой жизни на свободе не была приспособленной. После ее этих слов я вместо себя не нахожу. Ей тяжелее будет, если вы будете плакать, ей будет тяжелее. Она же это чувствует. Нет, не плачет, потому что я знаю, что ей тяжело. Быстро, быстро это все не закончится. Оно закончится. Оно закончится. Давайте постараемся ее облегчить жизнь. То, что сегодня Саиде Халиковой и второй девушке им сбросили по полгода, да, это, в общем, говорит о беспомощности совершенно суда и о том, что суд, он не может отменить этот приговор, но просто что у нас приговоры не отменяют, так такие, да, по террористическим статьям. Таким образом, просто они признают, что эти люди не виноваты, что дело, мне кажется, дело это абсолютно сфальсифицировано, во всяком случае, в отношении Саиды Халиковой. Мне кажется, они просто жертвы борьбы с терроризмом, который Россия постоянно ведет. То, мы боролись с чеченским терроризмом, теперь мы боремся с ИГИЛом, но это наша беспомощность, мы не можем действительно настоящих террористов ловить. Вот так вот мы для статистики ловим мнимых. И мне кажется, что самое грустное, что просто этой девочке, ну, по сути, сломали жизнь, потому что она 5 лет будет сидеть в российской колонии. Дай бог, чтобы ее поближе куда-то отправили, да, или, может быть, в Дагестан, чтобы ее мама могла посещать, чтобы она более-менее сидела с людьми, которые не будут к ней враждебны, потому что, если, например, ее отправят в Мордовию, и там будут очень плохо к ней относиться, и вообще там очень жестокая зона, там будут ее заставлять работать, а она в своем физическом состоянии, она работать просто не сможет, она не вынесет этих нагрузок. И вот это страшно. Субтитры создавал DimaTorzok